Эмиль Рафаевич, когда мы увидим все-таки транспорт на картах «Умный» или «Яндекс.Транспорт»? Эмиль Рафаевич, вы очень красноречивый человек, но первую новость мы выпустили, что с ваших слов «Яндекс.Транспорт» у нас работает в декабре прошлого года. И вот эта фраза о том, что есть определенные сложности, есть консенсус. Вы же не Горбачев? Когда мы увидим все-таки транспорт? Яндекс.Транспорт, я нарушил в лес, конечно, не зато, чтобы яндекс.Транспорт очень сложно с коммуникациями, а я, партнеристические специалисты, не боясь. Если мы начали работу 2 месяца, 2 месяца назад с компанией «Умный» на «Умный» мы выпустили за этот период, и яндекс.Транспорт даже могли за то, что нормально коммуникация. Также я думаю, что мы решаем, что в основном, по данным обществу, представители, в первую очередь, которые янекс.Транспорт. И дальше, и корректно, мы связываемся о проблеме иммигранской области. То есть, не говоря, «Умный» на «Умный» у нас настоящий дом и двое, в хорошем институте сотрудников, которое мы подготовили. Сейчас мы будем заниматься часть администрированной программой, проверять полные данные. С переводчиками мы об этом день назад собирались, с частью переводчиков поговорили. Сейчас мы проверяем, соответственно, полные данные, операция в связи с компанией «Умный» и, и, соответственно, приобретаемые данные, операция в связи с компанией «Умный» и «Умный» и «Умный» переводчиков. То есть, ты их придется применять на различные. Сергей Евгеньевич, может, с Вашего позволения тему расширить? Все-таки Вы скажите, у нас всего ведь два самых крупных переводчика, ну, исключая «БЭК». Вот они оба сказали, что завтра по щелчку в Яндекс.Картах их машины могут появиться. Завтра, в любой момент. И Вы выбрали «Умный» город только из-за Балакова электротранс, потому что они все время перекидывают транспорт с маршрута на маршрут, у них нет точной привязки, их искусственный интеллект. И у нас до сих пор нет бетовских троллейбусов в этом «Умном» городе. Так зачем было выбирать этот «Умный» город, если есть решение Яндекс.Карты, которое крупные игроки могли бы включить завтра? Еще раз. Во-первых, там троллейбус, ну, в сегодняшний день произошел в этот город, произошел. Но троллейбус, где имеешь ретонные отрочные, то он там где-то может встречаться со стартами с троллейбусом. По крайней мере, в сегодняшний день его не там. А то, что связано с этим, я скажу, что это связано со всеми передачи. Потому что проблема технических неисправностей на автобусе и перебрасываться машин по маршруту, да, имеется. А если вы свяжетесь, в последствии, как будет там, возможно, обратно связи с Теанским Странсом, то они вам не говорят, что алгоритм ворот неудшен таким образом, что в течение двух недель новый автобус, который, если не технический там какой-нибудь, не может, где-нибудь еще какие-то причины. Для недели он должен только на окат, чтобы появиться Теанским Странсом. Умный транспорта появляется, он сразу же. Поэтому это не связано. Поэтому это все связано с частотой работы, с частотой административы, и с широким набором возможностей. Насколько я вас понимаю, значит умный транспорт, гораздо лучше система, чем Яндекс Транспорт, которая используется во всех городах Российской Федерации. Но Балакова придумала свой незабвенный путь. Да? Я не знаю, вы не знаете какие города? Все. Совершенно все. Я много по России езжу. Казань, Москва, любой город возьмите. Любой совершенно. Астрахань, Ростов-на-Дону, Тагадрог. Я вам называю города, вы просите. Я правильно понимаю, что у нас сейчас задача не логирована, я на Транспорт. Нет, мне не платят. Получение информации для населения. А нахождение там и на полной точке Транспорт. Правильно? Правильно. Полный транспорт полностью это обеспечивается. Пока он ничего не обеспечивает с декабря месяц. Не с декабря месяц. А 3-2 месяца назад мы должны начать работать. Галерея. Понятно, да. У вас есть собратель, совещание пригласить? Это сейчас, как я был деба. И у меня тоже вопрос не зависит, что в основном я не стал. Она касается работы по времени города, и которые я очень стараюсь. Стараться вместе с этим совещанием, которые интересованы, и стараться на свою решение. Попрос принимать справедливо.